Поздравить именинницу сегодня пришли не только близкие. Приятные слова также прозвучали от официальных лиц. Поздравительный адрес от президента Российской Федерации Вадима Владимировича Путина. Спасибо. И вручить приветственный адрес от главы города Сергеевича Детерева. Пусть каждый день дает вам радость и положительные эмоции. Долгих лет жизни и крепкого здоровья. Желаю вам здоровья, бодрости, духа, успехов, забот и близких вам людей. Спасибо большое. Надежда Комарова. Сама же юбилярша родилась на Алтайском крае. Своё детство в военные годы описывает двумя словами. Было детство холодное, голодное. Вот ходили за 7 километров ходили в школу босиком. Туфли несем, шнурочки завяжем, несем. В школе посидим, а домой опять босиком, потому что обувь-то рвать не было где взять. После Татьяна окончила медучилище и стала работать в детском санатории. Там же встретила свою любовь и родила двух дочерей. Все вместе они перебрались в Казахстан, а уже в 1969 году на север устали от жары. А здесь хорошо. Мы сибиряки, привыкли уже к холоду, к Сибири. В Сибири же холодно. Вот здесь живем до сих пор. Приехала с двумя дочками, а сейчас у нас 16 человек. Семья? Семья. Татьяна Кузьмовна с детства любит баню. На север же поняла всю красоту лесов. В свободное время читает много книг. Например, сейчас увлекается детективами. Она предпочитает не зацикливаться на плохом. Во-первых, она оптимистка большая. Во-вторых, она у нас почти никогда не унывает. Слез не видела. Еще и нас за это. На чистоту порядок дома наводит. Мы предлагаем свою помощь. Она говорит, как вы не понимаете. Это я делаю сама, значит, я еще могу. Как говорит сама именинница, 90 лет – это и не много, и не мало. Она отлично выглядит и хорошо себя чувствует. Возможно, благодаря любви и заботе близких. Кстати, отмечать юбилей собираются на выходных в загородном доме. Лес, банька и семья – все, что нужно имениннице. Алина Ширина, Дмитрий Смирнов, телерадиокомпания «Юганск».